Привет, друзья! Сегодня я буду заниматься подготовкой корпуса к дальнейшему покрытию его или лаком, или маслом. Я пока не решил. Но сейчас самое главное это посмотреть, в каком состоянии находится этот корпус и приготовить все возможное для того, чтобы его зашлифовать. Итак, сначала давайте посмотрим вообще, что мы здесь видим, какие материалы. Меня удивил тот факт, что деревянные панели, которые используются для корпуса, они покрыты ореховым шпоном. Некоторые из них покрыты ореховым шпоном даже изнутри. Обычно в дешевых моделях этого не делают. Вот. Дальше. Фронтальная панель покрашена какой-то очень хитрой краской. И, честно говоря, я бы ее не хотел трогать. Возможно, я ее подкрашу где-то в каких-то местах, вот типа как таких. Вот. Но из фронтальной панели одно из неприятных открытий это то, что вот эти кусочки велькра, мало того, что они приклеены, они еще пристеплены скрепками. То есть оторвать их без повреждения поверхности довольно проблематично. И, честно говоря, я посмотрел, что мне это не надо. И я их оставлю так, как есть. Результат все равно получится неплохой. Здесь я вытащил звукопоглощающий материал. Как видите, с одной стороны это такой, ну, мягкий нормальный поролончик. Вот. А с другой стороны это какая-то жесткая пленка. Не знаю, мне кажется, это не самая лучшая идея. Посмотрим. У Саши, у моего компаньона, у него есть специальные материалы для заполнения. Возможно, мы что-то в данном случае добавим. Я занимался некоторое время подготовкой к шлифовке. Как выяснилось, это не совсем простое и быстрое дело. Но, как показывает практика, чем лучше мы подготовимся, тем лучше и качественнее получится наш конечный результат. Да, у меня оператора сегодня нету, поэтому буду снимать как могу. Возможно, показать все не смогу, но часть процесса будет видна. Когда я занимаюсь подготовкой поверхности для лакировки или для покрытия маслом, я это все делаю на таком специальном стапеле. Просто так получилось, что для меня это самый удобный вариант. Здесь есть прямой угол. Под любую поверхность я подкладываю... Несмотря на то, что сама панель здесь у меня отшлифована, я все равно подкладываю небольшую картоночку, чтобы не случилось непоправимое, чтобы какая-то, я не знаю, опилка большая или щепка не повредила наш прекрасный шпон, который, ну, восстанавливать очень тяжело. Дальше, кроме этого, мне пришлось вырезать несколько специальных палочек. Для чего? Ну, у них тут форма затейливая, ну, понятно. Эти палочки нужны для того, чтобы можно было зашкурить кромки. Самое непоправимое, что может случиться при зашкуривании, это когда вот эта вот кромка будет сточена, будет скошена. Это практически восстанавливать очень тяжело. Поэтому лучше подложить вот такую вот штуку и спокойно зашкуривать вот это вот ребро. Таких палочек у меня две. Соответственно, одна для верха, она в размер сделана, и для бока. Подготовим нужный инструмент. Мы будем работать с наждачной бумагой различной зернистости. Начинать я буду со 120-й. Потом у меня еще есть специальный брусок. Он довольно мягкий. Это 180-й. Он мне нужен для того, чтобы попробовать в некоторых местах какие-то царапины. Эта наждачка очень хороша тем, что ей довольно трудно что-то испортить, потому что она мягкая. Но можно получить представление о толщине шпона или о том, как удаляется какая-то шероховатость. И уже на основе этого использовать наждачку нужной зернистости. 240-я. Да, кстати, я все наждачки подписываю, потому что в процессе работы потом получается вот так, и ничего не понятно. И, наконец, у меня есть столярный брусок. И здесь у меня сейчас поставлено 320-я. Это для того, чтобы обрабатывать кромки, если там есть какие-то несовершенства, чтобы аккуратно их зачистить, но при этом сильно не переусердствовать. Ну и, собственно, шлифмашинка. И на этом все. Кусок картонки, которым я закрою, которой я закрою фронтальную панель колонки, чтобы туда ничего не летело, чтобы не повредить черную краску еще больше, которая там есть и так далее. Возможно, мои приготовления для кого-то покажутся чрезмерными, и, может быть, это все не нужно, но я считаю так, что лучше я заранее подготовлюсь, все сделаю так, как надо, и сам процесс потом займет не так уж много времени. Да, что интересно, я хочу показать тут, значит, с какой поверхностью мы будем иметь дело. Эта колонка в гораздо более лучшем состоянии, чем другая. Кто смотрел предыдущее видео, там на другой колонке есть огромное черное пятно. Я уже пытался с ним работать. Скорее всего, это огромное черное пятно было от чего-то горячего. Ну, банально, знаете, кто-то, я не знаю, там или кальян поставил, что вряд ли в Канаде кальяны не пользуются популярностью, или горячую сковородку, или там пепельница стояла. Но такое впечатление, что там ожог. Но благодаря тому, что мне кажется, что шпон здесь довольно толстый, я вот там несколько сколов увидел и посмотрел, там почти миллиметровый шпон. У меня, как говорится, есть все шансы для того, чтобы поверхность зачистить и привести ее, ну, если не в первоначальный вид, то в очень достойный вид. Кстати, по поводу достойного вида. Я также, как и вы, с большим интересом смотрел разнообразнейшие преобразования известной акустики и не очень от знаменитых японских мастерских. Там они берут, значит, акустические системы, те же Ямахи, тысячные, там и двухтысячные, и всячески над ними работают, заливают лаком и так далее. Я восхищаюсь уровнем их мастерства, но тут есть маленький момент. То, чем они занимаются, это не реставрация. Это все-таки модификация. Понимаете, здесь то же самое. Я не хочу из этих колонок делать какой-то совершенно новый продукт с современным видом. Я хочу ему просто придать лоск, который у этих колонок был на момент, так сказать, изготовления. Ну, аналогия простая. Знаете, если перед нами приличная барышня, то мы не хотим из нее делать молодушку, там, инстасамку с огромными перекачанными губами и прочими округлостями. Все должно быть достойно, красиво и солидно, сообразно времени и возрасту. Поэтому я не хочу делать из этих колонок сверкающий, лакированный контрабас, как это иногда получается у других умельцев, скажем так. Чем я буду покрывать корпус, я еще не решил. Тут самое главное его подготовить, и потом будет понятно, как ляжет краска, как ляжет морилка, или просто это все покрыть маслом. Короб полностью подготовлен, так что теперь можно начинать, собственно, зашкуривание. Еще несколько небольших моментов. Вот давайте посмотрим. Вот здесь вот видим, что при первоначальном изготовлении тут у них был легкий непрокрас, то есть либо они поспешили и маслом не добавили. Вот здесь вот особенно видно. Ну, это мы все исправим. Потом здесь на другой кромке есть скол. Но, понимаете, я не собираюсь этот скол убирать на 100%. Опять же, наш джентльмен в годах, наша леди в годах, кому как нравится. Мы не будем из нее делать инстателку, там, я не знаю, с фарфоровыми зубами, вставными частями тела и так далее. Мы сделаем все красиво и благородно. Но, конечно, с печатью времени. Дальше. Здесь, вот здесь у нас очень сильная царапина. Вот именно с нее я и начну. Начну вручную, вот с этого бруска очень мягенького. Стапель я придумал, так сказать, неспроста. Это именно для того, чтобы здесь была кромка. И чтобы можно было вот так вот зачищать и не бояться завалить кромочку здесь. При использовании струбцин не нужно лютовать. Ими нужно зажимать только слегка, просто чтобы заготовка, так сказать, никуда не убегала. Я не хочу очень сильно здесь шлифовать и шкурить, потому что это все-таки шпон. Нужно соблюдать осторожность, чтобы не протереть его насквозь. Поэтому выровняли поверхность, избавились от явных повреждений. И на этом хорошие. Друзья, вот собственно и плод сегодняшних усилий. Я зашкурил практически все поверхности, включая фронтальные ребра. Все чисто. Никаких рукотворных изъянов нету. Только, так сказать, следы времени. Единственное, что осталось, это... Так, вот сейчас. Сейчас с этой стороны посмотрим. Очень красивая текстура. Еще тряпочкой надо протереть. Все, что еще осталось сделать, это то же самое повторить с маленьким педестальчиком, который внизу. Его я еще не трогал. А так, в принципе, все то же самое нужно сделать со второй колонкой. И можно экспериментировать с покрытием, чтобы решить лакировать или покрыть маслом. Ну вот, как видим, колонки в работе. Процесс идет. Большое спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова